Я надеюсь, что пойдет и туда, и туда, что все пройдет без каких-либо проблем. Ну, контакт ожил. Ожил? Это здорово. Да, причем вроде даже раньше, чем твич. Ну, твич это ты че там, пока там оно дойдет, пока оно там что-то поделает. Господи, во, пришло оповещение на мыло. Так, твич тоже запускаются шестеренки-то, да? Да. Так, ну, на твиче я вижу что-то, а вот на ВКонтакте почему-то нет. Но это, может, мои проблемы, сейчас обновлюсь еще раз. Ну, там, последи за этим делом. Вроде сегодня все заработало. Мы с Игорем тестировали специально эту методику. Так, че-то, че-то. Контакт у меня совсем не... А, может, потому что у меня тут этот... Она ведь такая. Она ведь такая. У нас пока там пип-бой подписался на канал. Здоровая, спасибо большое. Да, спасибо. Че, ВКонтакт пошел, я надеюсь? Еще и Битзиро подписался. У меня написано, что лайв, но я не вижу... А народ еще... Пускай народ отпишется там. Так, ну вот я вижу один комментарий ВКонтакте. Ура! Ура! Ну, ура, это радостно, конечно. Главное, чтобы картинка пошла. Ну, короче, по мне вряд ли получится проверить. Ну, вот я говорю, ты... Давайте, кто там? Лукас Кейнс. Слушай, сколько народу у нас подписывается. Спасибо большое, ребята. Мы пока тут немножко налажим, потому что сегодня технически очень сложный стрим. Я вам потом покажу, как это все выглядит со стороны обязательно. Но пока что... Для затравочки сделаю вот так вот. Вот. Писался, да-да-да. Так точно, да. Писался, да-да-да. Так точно, да, я про него и говорю. Вы будете читать комментарии в ВК? Евгений, отпишись, пожалуйста. Там вообще идет что-то? Видео, звук идет, картинка, звук. Если все идет, то тогда, да, будем читать. Ну, мы и так будем читать. Но я просто надеюсь, что все пошло правильно. Что я все настроил правильно. У нас как раз еще пара минуточек. Потерпим, подождем. Вот вам пока собачка. Удобно. Ну что, не отписался? Нет, молчит. Звук есть, картинка смещена вправо. Все. Это нормально. Все так и должно. Вправо должно быть смещено. Главное, что картинка есть. Вправо это особенности VR, потому что VR, он не 16 к 9 выдается на экран. Он выдается на экран в несколько обрубленном формате. Да, он выдается немного уже. Поэтому она должна быть смещена вправо. Ну, то есть она могла быть по центру. Но дело в том, что справа буду я. Вот. В общем, всем... А, слева. А? Слева. Ну да, слева. Всем привет, ребят. У нас... Че у нас сегодня, Макс? Напомню. Четверг у нас сегодня. Привет, ребят. У нас... Че у нас сегодня, Макс? Напомню. Четверг у нас сегодня. Вышла PS4 Pro. И сегодня мы будем показывать вам игру для PlayStation VR, как раз-таки на PS4 Pro. И это будет Robinson the Journey. Такие вот дела. Вот. И если ты подтверждаешь, что все нормально, и в кадре я появился хоть в каком-то виде, то я тогда одеваю шлем и ухожу... Не, мне в этот угол надо сеться. Я одеваю шлем и ухожу в глухую оборону. Да, да, давай. Вроде бы все хорошо, тебя видно. Отлично. Так, ну... Сейчас... Вася, как настоящий. Как настоящий, да. Сейчас мне тут небольшие надо... Смены девайсов сделать. Давай, давай. Там вообще все... Стримить VR очень... Любопытно. Это тоже своего рода уникальный experience. Слушай, у меня появилась какая-то странная палка. Что это такое, я не знаю. Палка где? Вот прям передо мной. Я не совсем понимаю, что это за палка. А, все. А, все, понятно. Все нормально. Так. Пошло ли изображение? Начинаю ли я головой вертеть? Видно ли вам, что я верчу головой и смотрю вон вниз на какой-то космический кораблик? Так, ну да, да. Отлично. Я единственное, что, наверное, надо было себя немножко отзеркалить, потому что я буду смотреть в одну сторону, а у вас, скорее всего, в другую. Я так подозреваю, что... Это, да, есть такое дело. Но это, на самом деле, не критично. Я имел в виду, на самом деле, не отзеркаливание тебя, а, ну, когда снимаешь со спины, просто это еще более... Я понимаю, но ты понимаешь, у меня проводов не хватит себя со спины еще снять. Кстати, вот сейчас я смотрю на нашу планету, у нас как раз где-то Россия под боком. Ну, то есть, вот она. Но я, по-моему, байкал. Байкал на темной стороне Земли. Тише, а меня громче, но я могу сам себя громче сделать. Вот так я и сделаю себя громче. Ничего себе, ты молодец какой. Очень сильно. Не, нормально, нормально. Ну, то есть, там пускай люди скажут, конечно, но вроде нормально. Ладно, вот я смотрю на Россию, на космическую станцию, и мы начнем игру с самого начала. Просто потому, что я сильно далеко в ней не успел пройти. Пока что. Вот, кстати, у меня в руках, я не знаю, видно ли там или нет, новый геймпад с вот этим вот диодиком. Непонятно зачем сделанным. Ну, вот он есть. Да. На самом деле резонно спрашивают, у тебя что, футболка грязная? Действительно у тебя там на левой сиське что-то такое? Нет, это принт такой. Просто он старый, поэтому он уже там немножечко потертый. Нет, футболка не грязная. Ну, то есть, она может и грязная, но там, там принт. Ну, и может какие-то артефакты от гринскрина, потому что я потом вам покажу, как это все со стороны выглядит. Это жуть полная. Макс видел и ужаснулся, зачем я решил такое делать. И вот мы попадаем в какую-то пещеру и смотрим, как рождается динозаврик. Так, а народ, я вижу несколько комментариев про звук. Пишите, пожалуйста, конкретно, что не так со звуком. А то вот комментарий, звук, он ни хрена вообще не содержательней. Что со звуком, давайте, опишите мне. А мы пока полюбуемся на динозаврика. Тебя просят отодвинуть от себя микрофон. Ты зашкаливаешь. Хорошо, я попробую. Мне это немножко сложно в данной ситуации, но я попробую. Как-нибудь вот так вот. Убоих надо потише. Себя я могу сделать потише. Оно, сделай себя потише. Байса зашкаливает. Хорошо, сейчас я себя тоже немножко потише сделаю. К сожалению, сейчас мне подправить звук. Это придется вставать, там это все идти. Да, я попытаюсь относительно тебя как-то скорректироваться. Вот сейчас. Как оно и че. Есть у нас несколько комментариев и ВКонтакте. Это замечательно. Пишите и там. Я бдю. Бди, отлично. Все пучком, теперь звук нормальный. Отлично. Так, ну все, вроде бы можно начинать и рассказывать, что к чему. Ну, что же, рассказывать, что к чему. Начнем, да, пожалуй. Вот, собственно, мы. Мы некий Робин, или Робинсон, или, как я назвал, Робинзон. Ну, что, в принципе, тоже вполне относится к теме игры. В общем, мы были на какой-то космической станции. Причем мы, судя по всему, вообще какой-то мальчик, потому что, судя по голосу, у нас довольно молодой голос. Вот, и станция потерпела крушение. Мы спаслись в некоем вот таком спасательном, спасательной капсуле. И уже где-то год, по-моему, точно год, находимся на планете, на которой упала наша капсула, на которой упала наша станция. С нами вот такой вот роботик, похожий на Уитли, летает. И мы вот в заставке нашли динозаврика, которого назвали Лайка. Ну, вот, собственно, вот такая вот пока что предыстория. Сразу же отвечу на вопрос, который, возможно, возник у многих, пока я тут осматриваю помещение. Почему я играю с геймпада, когда у моего персонажа в руках мув? Дело в том, что мув в этой игре не поддерживается. Макс вам расскажет потом CoolStory чуть попозже, почему мув не поддерживается. Я пока немножко по управлению скажу. Двигаюсь я левым стиком, как вообще в любой обычной игре. Поворачиваюсь правым, как в любой обычной игре. Вверх-вниз смотрю уже непосредственно сам. То есть, целюсь своей головой. И вот этим вот агрегатом я буду взаимодействовать с разными вещами. Ну, в своей каюте я ни с чем не могу взаимодействовать, но мы выйдем дальше, посмотрим. Вообще здесь есть разные манеры управления. Я думаю, про управление это довольно важно. То есть, есть вот такой, так называемый пай-чарт. Это такое управление, когда ты двигаешься на определенный угол. Поворачиваешься. Вот, я показываю вам. Я не знаю, почему его так делают. Потому что, например, в резиденте точно так же. Ну, в демонстрации резидента, которые я смотрел. В еще нескольких играх, где позволяют ходить, тоже такое. Но, это как-то немножко странно. Возможно, это для того, чтобы у людей голова не кружилась. Но, у меня абсолютно нормально работает с обычным, таким привычным движением, стиком. Поэтому, у меня голова, в принципе, не кружится. Хотя, иногда, вот если раскрутиться и начать смотреть вниз-вверх, возникает некий дискомфорт. Но, я бы не сказал, что что-то серьезное. Вот так и дело. Не, ну, понятно, зачем делают такой разворот на стике. Ну, давай, скажи. Ну, чтобы ты как бы за спину себе... Ну, если вот тебе надо идти тебе за спину, чтобы ты мог повернуться и идти как бы относительно себя вперед, смотря как бы в одну точку. Вот ты сейчас смотришь в камеру, и все, и именно для этого и есть этот разворот. Нет, разворот нужен. Я не понимаю, зачем нужен разворот на определенный градус, когда можно просто относительно длины зажатия стика делать, как в любой игре. От первого лица разворот. А, ну, это да, это скорее всего от укачивания. Возможно от укачивания, да, но я бы не сказал, что разницу какую-то ощущаю между ними. Ну, может, это я только. Ну, да, вообще сейчас с выходом PlayStation VR очень много вопросов именно про укачивание, потому что некоторые не могут. Я как бы не знаю, слабый вестибулярный аппарат и всех тошнит. Ну, не всех, но действительно людей укачивает. Я могу сказать, что действительно такое есть. Я когда в первый раз попробовал поиграть в игру, что скрывает тьма, Here They Lie, которая мне реально от местной системы стало не по себе. Но там как раз вот у тебя вот, когда поворот направо и налево осуществляется, у тебя еще как будто глаза зажмуриваются в игре. Я не понимаю, зачем это сделано. Это сделано вот в этой, ну, в той игре, Here They Lie, и в Rix. Я не совсем понимаю, почему. Здесь вроде бы такого нету. Хотя здесь, в принципе, мне кажется, у вас по краям экрана, по-моему, такое, ну, виньетирование есть, да? Скажи мне. Ну, слушай, я смотрю не в самом высоком качестве, я вроде не замечаю особо. Ну, то есть там квадратное, ну, в смысле, прямоугольное изображение, да? Да. Хорошо. Значит, тогда в этой игре нету. Просто вот в тех двух оно прям зачем-то возникает, я не знаю зачем. То есть именно у тебя как будто бы ты в китайца превращаешься и зажмуриваешь глаза при повороте. Либо вот этот самый, вот когда движение на определенный градус, только в Here They Lie еще зачем-то у тебя экран гаснет и снова появляется, как будто ты моргаешь и поворачиваешься. Это потеряться проще простого в такой ситуации. Вот, а между тем, у нас тут небольшая загадка. Сейчас мы, мы, в общем, тут пытаемся выживать как-то, раз уже год находимся. И вот у нас есть небольшая станция, которая вырабатывает электричество. Мы ее очистили от всякого говна, которое валялось. И сейчас надо восстановить подачу энергии. Я вселился в нашего робота, взлетел высоко. Сейчас, мне кажется, все таким миниатюрным. Можно вон, эть, присмотреться. Я вышел из зоны VR, но это нормальная ситуация. Прям все очень маленькое, не знаю, как вам, но я вот как будто, знаете, ощутил себя вот реально в каком-то городе миниатюре. Очень прикольно смотрится, когда вот все маленькие изображения есть. Ну и мы тут порешаем сейчас небольшую загадочку. Ну да, подтверждаю, выглядит как будто ты рядом с, как это называется-то, японцы вроде увлекаются строить такие маленькие городишки и прочее. Ну, макеты, да. Да. Вот. Но ты, Васян, правда, сказал, что не удивляйтесь, что я играю на геймпаде, на камере твоего геймпада все равно не видно. Нет, я в смысле, что я не с мувом вот так вот хожу, геймпад, естественно, у меня он внизу, я не буду его держать в высоте, уж извините. Да и какая разница вам с геймпадом, я просто как бы, что у меня не мув в руке, я не им вожу перед экраном, я об этом. Да, это было очень странно, я тоже сильно удивился, когда сел первый раз играть в Робинзона на мероприятии, посвященном PlayStation 4 Pro. Да, где Максу дали чемодан, разумеется. О, да, да, конечно, да, зависит. В очередной раз съездил в Макс в Англию, чтобы взять чемодан, ну и посмотреть на PS4 Pro, разумеется. Так, точно. Сейчас вот трачу вообще бешеные бабки. Да. И поэтому не могу позволить себе PS4 Pro. Да, бешеные бабки. Ну, в общем-то, да, я подхожу, сажусь, и мне в руки геймпад сует, я говорю, что за фигня, а где мув? Девушка такая, а наша игра не поддерживает мув. Я говорю, что? Вон у персонажа в руке мув, что за бред. Она говорит, ну нет. Я говорю, ну окей, а вы собираетесь его добавлять? Она такая, нет, не собираемся. Я, ладно, хорошо. Я поиграл, снимаю шлем. Поиграл я минут 20. Снимаю шлем. Ко мне подходит мужик и говорит, ну че, как игра? Я говорю, ну прикольно, типа, а вы кто? Он говорит, я исполнительный продюсер этой игры. Я говорю, клево, че с мувом? Типа, че за фигня? Он говорит, ну, в общем, у нас сроки поджимали, мы не успели добавить его поддержку, но, разумеется, мы, типа, думаем об этом и потом добавим. Я говорю, окей, а почему мне вот та тетечка, которая надевала на меня шлем, сказала, что его не будет? Он че-то замялся там такой. Но, в общем, в итоге, в итоге все есть. Все будет. Но непонятно когда. Да, непонятно когда, но обещают. Ну, вообще, в любые игры почти можно в муве играть, ой, в муве, господи, в VR играть с мувом или без. Единственное, во что мне не получилось поиграть с геймпадом, это джоп-симулятор. Но там очень тяжело было бы без мува, в принципе, поэтому, видимо. Хотя мувы сейчас, блин, хрен купишь. Вот, если честно, я не знаю, почему партию не обновили. Я ни в одном магазине не видел новую партию мувов. Ну, стоит сказать, наверное, что я и VR этого в наших магазинах не видел. Удивлено, что PS4 Pro в первый день появилась прям. Ну, это, видать, у вас там так. Тут в Европе проблем с этим нет. Да? Ну, вот у меня я не смог найти нормальный мув. Мне пришлось покупать поддержанный. Ну, как бы, какая разница. Работает и работает. Не, это вообще без разницы. Я тоже себе купил поддержанный, просто я сделал это года три назад. Ну, да. Вот сейчас я собрал информацию своей, светящейся палкой. Нам в дальнейшем придется ее собирать. То есть, в чем суть? Я зажимаю кнопку и должен собрать все зелененькие значки, не задевая красные. И собирать я должен, разумеется, взглядом все. То есть, вот такая вот механика. Главный вопрос. VR на Pro лучше по графике, чем на обычной PS4? Ну, скажем так. Я не делал сравнительный спектральный анализ. Но, как по мне, он... Четче. Четче, да. То есть, он... Даже не четче. У него нету лесенок таких, выделяющихся. Ну, то есть, получше. Ну, я как бы в этой теме прошарился, потому что я сейчас вовсю ваяю видео из Лондона про VR. Он не меняет разрешение, он остается все тем же Full HD. Естественно, он не сможет, потому что у тебя VR больше пикселей не станет в разрешении экранчика. Да, но благодаря дополнительной мощи PS4 Pro, VR может рендерить картинку, используя в два раза больше пикселей. То есть, выдает он тебе все равно ее в Full HD, но он ее как бы сжимает из более высокого разрешения, насколько я понял. И поэтому картинка становится четче, и больше всего, наверное, это заметно, потому что маленькие шрифты проще читать. Да, вот это солидарен, видел, смотрел, знаю, что шрифты действительно стали читабельнее. Хотя я удивлен, почему в этой игре нет, например, субтитров. По-моему, есть. Ну, давай посмотрим. Options. У нас два варианта. Gameplay и Audio. Gameplay. Rotation Mods, Trave Mods, Horizontal Speed, Show Recently Notification. Все вроде стоит. Audio, Music, SFX, Voice и Voice Language. Все, я не вижу нигде субтитров. Ну, то есть, я не нашел. Я, честно, пытался. Вот, ну, есть всякие инфотариумы, инфа... Инфотариумы, где информация вся собирается. Но это игровая уже штука, а не настраивательная. Ну, в общем, вот такие дела. Есть ли смысл брать Pro, если VR мне нафиг не нужен? Это сложный... Это очень сложный вопрос. На самом деле, довольно простой ответ. Если у тебя есть 4 котелек, то смысл брать имеет. Если нету, то... Нету ни VR, ни... Короче, Pro стоит брать в двух случаях. Если у вас есть 4 котелек, и если у вас есть VR. В остальных случаях, ну, не совсем целесообразная покупка, если у вас есть обычный PS4, ну, как мне кажется. Просто у меня есть и VR, и 4K телек, и поэтому, как бы, я в первый день поехал и купил. Ну, в целом, да, но даже если у тебя нет телека 4K, то некоторый бонус и профит с Pro ты можешь поиметь, потому что игры даже в Full HD, ну, на обычных мониторах, они просто рендерятся на прошке в более высоком разрешении, а потом ужимаются до Full HD, и они выглядят лучше, чем обычные 1080p. Да, но мне кажется, что вот целесообразность именно покупки Pro... Нет, целесообразность покупки, если у тебя уже есть PS4, да, ее, в принципе, нет. Но если у тебя нет плойки еще, то я бы доплатил. Тогда лучше, да, да. В таком случае можно и доплатить, подождать. Там разница настолько большая, на самом деле. То есть, ну, сама по себе покупка PS4, это довольно, ну, серьезное такое, да, финансово затратное мероприятие. Да, поэтому лучше чуть побольше потратить, но получить более лучшую версию. Вот сейчас, кстати, еще одна механика, это лазание по скалам. Вот тут мувы были бы отличными, но сейчас я должен взглядом выбирать уступ, за который буду цепляться. Да-да-да-да-да, вот это прям, ну, созданно для мувов. Я бы с оглядкой на это создавали, но не прекратили, что очень странно. Да. Ну вот, я хожу, собираю всякую вот информацию о живности, от местного, вот этого крота хрен поймаешь всегда, он, заразу, всегда прячется. Хренов крот! Да. Вот. Приходится собирать всяких бабочек, моли и прочее такое. В принципе, это не обязательно, никто не заставляет, но вы же знаете, платина, вся херня и... Ну, что мне делать, если не собирать? Воу, вот это сейчас... Вот это, мне кажется, вот сейчас, как я прыгнул вниз, за вот это вот, за уступ. Мне кажется, вот-вот-вот от этого у многих может закружиться голова, от такого прыжка. Я читал оценки Робинзона, и там были такие фразы из серии, ребят, если вот у вас есть PlayStation VR, и нет Motion Team, то есть, вас не укачивает, тогда берите, а иначе можете пожарить на потраченных денег. Ты меня прав, сейчас чуть-чуть подробовосил, но вроде перестал. Посмотри, там, да, последи за комментами, что там относительно трансляции. Я считаю, разумеется, потому что... Ну, вы видите, как он влез. А? Что? Кошка влезла в кадр. Да ладно, где? А, привет, Кошка. Право там. Привет, Кошка. Это мило. Это мило, да. Скажи мне, как моя там эта вот система, она работает, нормально стремится? Ну, да, да. В целом, шлем немножко багует. Нет, я про то, что не лагает, или шлем багует, это я... Не жалуются? Ну, на лаги, народ. Я не вижу. Нет, не вижу. Кто-то тут сказал, что что-то там игра залагала, или что-то типа того. Это твич его залагал, или где вы смотрели, потому что время не лагает. Блин, ты зарабовосил так в жопах. Чего? Да ты зарабовосил сейчас, надо было в Дискорде звонить, судя по всему. Тупой скайп. Да вообще не говори. Вот скайп не занес в чемоданчик, поэтому тупой скайп. Ну, как вчера Костян говорил, надеюсь, Трамп что-нибудь сделает там со скайпом. Make Skype great again, как говорится. Я вот хожу, бабочек собираю. Не знаю, насколько увлекательным этот геймплей кажется вам, но мне довольно весело. Ну, вообще, с VR-ом вообще большая проблема делать для него ролики, делать какие-то рассказы про него, потому что эта штука, она играет на ощущениях, а не на качестве там картинки. Кстати, качество картинки, то, которое вы видите, оно не соответствует тому, которое вижу я, потому что наверняка там уже есть умыльцо, там еще что-нибудь такое. Я вижу картинку значительно четче, значительно лучше, и, к сожалению, только такая картинка выдается на экран вам. По-другому никак. Ну, да, там какая-то очень хитрая система. Он тут испаривает два изображения из своих глаз, то ли пускает из одного, причем в клемме у тебя... Я пи***ю рабовоси, нет? Да. Что делать? Не знаю, но сейчас ты не рабовосишь. Ну, я так понимаю, когда долго говорю, я начинаю? Не знаю, я не замерял, я просто чувствую, что иногда ты рабовосишь, иногда нет. Вот и все. Ну, вот сейчас давай говори пока. Пока вроде нормально. Там изображение в самом шлеме, оно мутное, и вот через линзы оно становится у тебя четким. И вот ты смотришь именно через эти линзы. И поэтому вот это мутное изображение надо как-то грамотно передать на экран, чтобы там оно не было мутным, потому что люди, которые на экран смотрят, они из линз всяких. Поэтому там какая-то хитрая система. И в итоге изображение на тек выводится хуже. Значительно хуже. Ну, то есть... И поэтому там, когда будет видеообзор, а у этой игры будет видеообзор, я этим буду заниматься в ближайшее время, как только сделаю материал по, в принципе, по VR-овским играм, которые у меня есть, такой, общего плана, придется, ну, удовольствоваться тем изображением, какое выдает плейд. Прошка, может, выдает изображение получше, чем обычное на экран, но все равно несопоставимо. Чем осуществляется управление? Мы уже отвечали джойстиком, потому что в поддержке муба нет. Да. Горят, хреново все со мной с голосом, Мэй. Ну, да, хреновенько. Не знаю, можем, в принципе, в дискорде перезвониться. Ну, только проблема. Вставать придется, конечно. Неудобно. Не, ну, ладно, я уже чего. Что-то неудобно. А, да. Что-то еще надо как-то намокить. Да, там до над пришел, кстати. Не, а у нас же есть этот, комбайнеровский. У тебя же есть. Спасибо большое, кто там нам кинул Энджелос. Я не прекращу. Да, спасибо большое. Я не прекращу, что я делаю. Так. Дискорд. Скайп, козёл. Блин, а я хоть убей, не вижу тебя в Дискорде. Да погоди, сейчас я. Ну, комбайнеры у тебя есть? Да, но нет. Нет. В смысле? Ты есть, ты влево в вкладке. А, всё. Заходи, давай. Добавить. Нет, ты в General нажми, там голосовые чаты есть, General. Просто нажми на него, и ты подключишься. Макс, я вернулся? Алло, алло. Да, у меня что-то роутер вырубило. Когда я вырубил Скайп. Мы там вернулись везде? Ну, вроде да. Ну, народ, то есть, видишь Twitch, видишь ВК? ВК не вижу, потому что у меня он не работает. Ну, в смысле, ладно. Ну, что хотя бы, что оно включилось. Да. Значит, рестри мы пошли. Я тогда, с вашего позволения, раз уж встал, сделаю небольшой глоток чаю. Да, давай. Я надеюсь, слышно у нас теперь хорошо. Ну, тебя хорошо сейчас слышно. Единственное, что... Давайте быстро, пока я стою. Чё по звуку? Чё сменить? Давайте. Пока я не сел назад. Мне кажется, что-то хера громкий. Ну, я отдалил вообще, вроде. Ну, пускай народ скажет. Надо, не надо. Пока я стою. Пока я не сел. Двоид? Двоид? Да, Васян. У тебя, может, стрим где-то открылся? А-а-а. Ты не должен был, вроде. Ну, давай вообще закрою всё. Давайте вам пока кошечку посмотрите на неё. Она спит. А-а-а. Двоид? А где она может двоид-то? А-а-а. Не понимаю. Скайп выключен. Ну, я тоже не знаю, где она может двоид. Ну, глянь, твич. Двоид, не двоид. Нет, вроде всё хорошо. Ну, всё, тогда я возвращаю вебку на место. Сейчас. Сейчас, ещё чуть-чуть вот так. Зря я её, конечно, подвинул, но я хотел занять время. Пока мы настраиваемся. Так. Сейчас. Да, штаб тебя. Так. План на будущее, Макс. Не трогать вебку. Если ты её один раз настроил, то не трогай её дальше. Даже если хочешь показать кошку. Ну, кошку показывай, прям, не двигая вебку. Ну, она спит. Я не хотел её тревожить. Спит. Она только что к тебе залезла. Она ещё... Да, она легла спать. Но она не успела уснуть. Поставь камеру ближе чуть-чуть. Нет. Нет? Нет, Макс. Сейчас я не буду уже. Всё, я всё вроде починил. Всё вроде пошло. Так, сейчас я переобую свои девайсы. Такая проблема, когда ты напялил шлем и такой, где геймпад? Так, ну да. Всё, не тревожат, его подсвечивают? Ну, всё равно они подсвечивают, знаешь, если он в районе камеры где-то лежит, как бы, ну, хотя бы. Так, чё, 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 всё? Да? Всё нормально? Да, вроде бы всё хорошо. Отлично. Всё. Мы починили звук. Я надеюсь, раз и навсегда, закрепить себе шлем, а то с большими наушниками, конечно, на нём неудобно. Да, поэтому я капельки вставлял. Да, но у меня нету капелек. Ну, то есть у меня есть капельки, но без микрофона. Почему с очками в VR? Ну, потому что... Потому что надо, чтобы... Да, и... Как бы это вполне себе удобно. Ну, да. Так. Так, сейчас... Хватит меня игнорить, нужны стримы по фармингу, читайте комменты на СГ. Нет, не буду читать комменты на СГ, у меня и так тут дохера вкладок открыто, я путаюсь. А люди ругаются, что нулевая работа с чатом. А прикиньте, я ещё и туда буду отвлекаться. Рука всегда получается перед глазами, и диапазон её движения меня минимален. Как геймпадом не крути. В этой игре, да. Ну, то есть она... Нет, она там... Ну, вот она крутится, конечно. Если там к стенке подойти, она немножко ближе будет. Ну, то сейчас я попробую так вот. Что-нибудь сделать, вот она немного сдвинулась. Ну, да, она всегда вот где-то здесь, неподалёку от тебя, справа. Вот сейчас я, кстати, очки надел чуть-чуть по-другому и значительно чётче стало всё. Ну, то есть, как обычно, чёткость в VR зависит от того, как хорошо ты его наденешь. Наденешь. Да, да, его надо регулировать вверх-вниз относительно своей башки. Да, обязательно. И там есть чёткая зона. Да, вот эту чёткую зону надо найти, тогда всё отлично вообще. Так, сейчас я чуваку тайм-аут дам, он говорит, что со мной всегда нулевая работа с чатом. Ну, дай. Чтоб с ним была нулевая работа, да? Это что, No Man's Sky VR? Нет, это не No Man's Sky. Хотя, как бы, идея тоже такая, ну, немножко похожая, исследование планеты. Но в No Man's Sky там нету, как бы, никакой сюжетной кампании, никакого там истории дривинга, да, в этом во всём. А здесь это именно сюжетная штука. То есть, я так понимаю, хоть тут есть карта, но полноценного опенворлда тут нету. Хотя, конечно, ходить можно куда хочешь, но, я думаю, это небольшая карта. Но игра и не про рандомные сгенерированные уровни. Да, тем более тут всё, как бы... Ну, и игра красивее, но в No Man's Sky раза в 400 приблизительно, наверное. Сколько денег отдал, сколько дал, как настроит, как сидит, или это секрет? Это, видать, про шлем. За шлем я нисколько денег не отдал, потому что нам его... Мне, точнее, его предоставили Sony... Ну, нам, редакции, и мне в итоге лично. Вот, за PS Pro отдал, ну, сколько там оно, 35 тысяч рублей сегодня сходил. Ну, то есть, те деньги, которые я бы потратил на шлем, я в итоге потратил на PS Pro. Да, и между тем, тут Кракозябер на нас подписался, за что большое спасибо. Спасибо, да. Удобно, что... Вот, смотри, ну, как бы не то, чтобы удобно, это, конечно, на самом деле жалко, что оно так, что у VR-а не полное это... Ну, изображение не 16 к 9. Есть место и для вебки, есть место и для оповещений. На самом деле, к сожалению, нет. Потому что все-таки картинка чуть-чуть мало дает вот этого черного с краю. Ну, это да. То есть, я пробовал в нее умещать все, оно получается очень маленькое. То есть, чатик такой совсем мили-мили, вебка туда. Ну, вот ты с гринскрином сейчас хорошо сидишь в целом. Хотя, немножко странно выглядит эта черная полоса за тобой. Потому что ты не умещаешься в нее. Ты все-таки, у тебя там четверть в ней, четверть еврейская в ней, короче. Ага. А остальное все на фоне игры. Моя любимая еврейская четверть. Так. Вообще, сейчас мне надо починить этот самый... Опять крот. Ветряную мельницу. Для этого надо искать обломки, из которых она сделана. С натурально ходишь, ищешь. Головой крутишь. Ну, как бы... Вот чувствуется, да? Край так делали. Красиво. Хочется ходить и смотреть по сторонам. Ну, да. То есть, посмотрите, вот этот вид, он просто, не знаю, завораживает сейчас. Вот, который я вижу. Это разрушенная станция. Даже поближе подойду. Прям вот. Ну, то есть, вот, понимаете, вам, наверное, так не ощущается до 100%. Но здесь вот всего чувствуется объем. Все кажется реальным. Вот этот камень, его реально хочется взять и вот потрогать прям. Потому что он вот... Он настоящий здесь. Вот этот робот, да, вот он надо мной висит. Он большой. То есть, когда он надо мной висит. Когда я смотрю видео, так не кажется, что он большой. То есть, да, он висит как бы, но он такой, как обычно, как мы привыкли. То есть, ну, как, может, помнишь, ты же проходил Until Dawn Rush of Blood, да? Последний босс, вот, насколько он охеренно огромным смотрится в VR. Просто жесть. А я потом на видео смотрел, ну так. Просто, ну да, большой главарь. Так, народ, давайте, у нас прошло всего 36 минут стрима. Да ладно. Я думаю, лучше, ну ладно. Если у вас есть вопросы про игру, то задавайте их, потому что, ну, как бы, давайте первую часть как-то содержательно проведем. Ну да. И если есть вопросы по Pro, тоже их задавайте. Да, тоже отвечу. Не то, чтобы я сильно ее успел пощупать, потому что, ну, вообще, скажу так, народ, если у кого вдруг окажется, что вы купили Pro, подключили к телевизору, а изображения нет, ну, как бы, у меня сегодня так же было. В итоге я попробовал подключить через карту захвата, все заработало. Но карта захвата 1080p больше она не канает. Вот, и мне, естественно, хочется посмотреть в 4К. И, как оказалось, мой телевизор, например, если на плойке включено HDCP, ну, то есть защита HD-контента, то почему-то он не передает изображение. Это как-то странно, почему так, почему по стандарту HDCP включено. Мне кажется, этого не следовало делать, раз такие бывают штуки. Ну, вот я столкнулся с такой, как бы, проблемой. Ну, сумел ее решить в итоге, ну, вот, такие дела. Еще тут спрашивали, что я думаю по поводу поднятия цен на 10 евро на игры. Честно говоря, первый раз слышу. Я не в курсе. А в целом я покупаю игры в Англии, потому что у меня британский аккаунт. Ну, и просто потому, что сейчас Англия вышла из Евросоюза, фунт просел относительно евро, и там получается сейчас очень выгодно брать игры. Потому что они не подорожали. Несмотря на изменения курса. Вася, оправданная ли цена у игры? Ну, это я скажу только и в обзоре, ребят, потому что я не знаю, насколько длинная игра. Насколько она разнообразна. Что? 5 часов. 5 часов. Ну, может быть, завышена, конечно. Потому что... Ну, она стоит, как бы, почти фулл прайс. Она стоит 3500 у нас, эта игра. Может, да, повышена. Ну, тут, как бы, сложно судить. Но все равно, в любом случае, я это только смогу сказать, когда пройду ее до конца. Потому что, может быть, это те 5 часов, что нужны Готэму сейчас. Ну, во своем случае, у меня разработчик, так сказать. Ну, то есть, этот исполнительный продюсер. Ну, я вот поглядел сегодня какое-то видео по поводу Робинсона. Нам просто дали его только вчера. А я так понимаю, что у кого-то был доступ давно. Ну, то есть, где-то уже, там, несколько дней. Вот. И там сказали, что здесь она несколько неинтуитивна. И я могу понять, здесь нету маркеров. Вообще никаких маркеров. Здесь есть только вот этот летающий Уитли вместе с тобой. И иногда он тебе прям в открытую говорит, что надо делать. Ну, еще и говорит на английском, кстати, без субтитров, что немножко напрягает. Вот. А иногда ты, как бы, такой пришел и такой, и что делать? Вот сейчас я, например, стою, я, может, прослушал, что он мне сказал. И я вот такой, и что мне дальше делать? Не-не-не, там в опциях же где-то есть, что тебе надо делать. Ну, оно есть, но оно такое, знаешь, оно. То есть, get the potato from the grobot. Да, но вот где мне это по тейту искать? Ну, вот это да. Но оно хотя бы тебе говорит, что тебе... Оно говорит, но как бы... Еще знаешь, какая есть большая проблемка? Персонаж ходит медленно. О, тут нету бега как такового. Ну, то есть, я не нашел кнопку бега, и... Я хожу довольно медленно, и это немножко напрягает. Есть такое. Ну, вот это, наверное, чтобы ты игру за три часа не пробежал. Может быть, может быть. Так, а вот что-то похожее на картошку. Картошка. Есть ли платина? Есть. Платина в этой игре есть. Так, ну, hide and seek мы с лайкой уж не будем играть. Блин, я думаю, ты картошку выращивать, а это очередной hide and seek. Что ты этих... Хрен этих кротов поймаешь! Да, они какие-то слишком... Вообще, они моментально убегают, а у них там еще красная, которая, если задеваешь, то заново надо начинать. Так, где картошка-то? Все, давайте искать картошку. Ты картошка? Нет. Фарминг-симулятор начался. Да. Так, а почему я банить не могу? Что за нахер? А что там? Все плохо? Нет, но здесь есть некоторые личности, которые считают, что я не слежу за чатом, а ты их подмечаешь. Так, куда мне... А, может мне вот... Какую-то вот штуку надо. Не двигается. Так, еще раз смотрим. Здесь я все сделал. Get the potatoes from the robot. Погоди, гробот это значит что-то, скорее всего... Какая-то херня, да? Так, я восстановил подачу питания. Давайте идти по... По приборам. Играл ли ты до стрима в эту игрушку, или это свежие впечатления? Да, играл, но немного... А, я забыл подключить питание. Все понятно. К шару подойти. А, как долго можно играть в PSVR до того, как начнет мутить и подташнивать? Ой, это очень индивидуально. Меня, например, не мутит и не подташнивает. Так. Так, что-то я еще хотел... А, важный, да, важный был вопрос. Он даже важный для меня. Потеет ли у тебя нос в VR? Да, потеет ли. У меня еще лоб потеет в VR. Господи, задачка. Задачка, блин, слишком сложная для меня сегодня. Так, сейчас будем думать. Значит, смотри, сюда мы передаем 40, а так мы передаем 20. Отлично. Теперь надо отсюда как-то стырить 10. Либо же... Так разобрался ли ты спорно? Да нет, не особо. Мне вроде бы рассказали, но я еще не попробовал. Можно прям, типа, через браузер зайти, тупо на сайт и все. Да. То есть не скидывая ничего никуда на флешку. О, справился. Блин, какая херена. Блин, вот эта миниатюрность, которую, знаешь, помнишь, вот ты в Batman VR же мог взять там, да, то есть ты мог в своем этом штаб-квартире, да, посмотреть модельки героев, а мог взять такой планшетик, и они появлялись на нем. Насколько они крутыми, детальными были, да, там. Вот сейчас я всю локацию вот так вот вижу, круто, детально, она прям мелкая-мелкая, я... Хочется так все потрогать прям. Офигенно. Вот это очень здорово. Не будь игра в VR, она бы вообще игралась, или игра выезжает только за счет VR. Ну, блин, она создана для VR. Ну да, блин, я все сломал. Я что-то случайно нажал вместо выхода и все сломал. Костян прибежал, говорит, мне из космоса пришел сигнал, что тут говорят про порно. Костян всегда знает, когда говорят про порно. Да, привет. Я что-то все сломал тут. А что сломал? Да я цепь сломал. А, ты про игру? Я думал, у тебя что-то там свои... А, все, нормально, все, починил. Не-не-не-не, я цепь сломал. Во, картошечка готова. Слушай, она похожа не на картошечку, а на говешечку. Если честно. Ну, то есть он реально мне как будто сладкий хлебушек на подносе принес. Ну, вот у меня только сейчас выехал. Если ближе посмотреть, то, конечно, картошка, да. Так. Так, а что мне, как мне ее взять-то? Я могу ее под... А, все, взял, понятно. Мне кажется, это отсылка к мартианину. Да, возможно. Или к зеленому слонику, я еще пока не решил. Потому что вот это вот очень похоже на зеленого слоника рядом со мной белье. Смотри, кошак сейчас ревновать будет. Да у него есть кому ревновать. Так, что мне надо делать теперь? А, все, у меня лучше ничего не надо делать. Ну, че, вы... Я не вижу вопросов. Я не вижу ваших вопросов. Я вижу только милаха. Сладенький. А, сладкий хлебушек. Сладенький. Это про Дениса. Вон у нас и милаха, и сладенький. Ты же в больших наушниках. Че, еще хочешь? На, держи. Вон там. Вон там. Ты че, слепая, что ли? Вот, иди ешь. Давай, давай. Такой тут вопрос. То, что это детально, то, что это ощущение реализма, понятно. Но когда люди насмотрятся на красивую картинку, что от этого VR останется? В этом во всем же нет геймплея, нет сюжета, нет ничего, кроме красивой картинки. В смысле? Что значит нет сюжета? Сюжет написать можно и для VR. Как бы, при чем здесь это? Что касается геймплея, ну вот тут геймплей, я вижу просто, ну он не экшоновый. Ну, например, да, посмотрите на, там, на еще не вышедший, разумеется, Resident Evil 7. Вот там ожидается геймплей, прям геймплей в VR. VR это способ именно погружения внутрь игр. Понятное дело, что пока что игр не так много для VR. Который можно назвать полноценными. Но мне кажется, что если его не забросят, если для него будут продолжать делать, то все будет здорово. И мы увидим игры с полноценным игровым процессом. Прям таким хорошим, хорошим. Так, ну, в фарпуинте можно стрелять и ходить, это уже шаг от Rush of Blood, где ты сидишь. Да. Так, чё, куда теперь-то? Сёрджа Missing Higgs Unit. Где у него Сёрдж? Смотрю, стрим, блевать охота, если надену шлем, то есть на болевану. Ну, я надеюсь, что это сказано в смысле, что его укачивает, а не в смысле, что фу, выглядит как отстойно. Не, я так понял, да, что, ну, раз шлем наденет, то, скорее всего, укачивает. Чёртов крот, а? Нет, ты. Голвор! Так, а, ну, всё понятно, я, наверное, должен залезть, посмотреть, что там в остальных местах. Вася, закрой один глаз и скажи, можно так играть? Ну, в принципе, можно. У тебя только изображение получается 960 пикселей на 1080. Ну да. Но играть-то можно. VR-очки не перетягивают голову вперёд при поворотах головы? Нет. Нет. Японцы очень как-то грамотно сумели... Вот это кольцо, обруч, который зажимается вокруг головы, он очень грамотно сидит, и очки, они не вдавливаются, они как бы прижимаются просто несколько к глазам. Да, мне единственное, что неудобно, это наушники, вот сейчас вот эти большие, они... Вот они меня немножко... Да, да, с большими наушниками у меня тоже не получается нормально играть. Как ты себя чувствуешь после VR-а? Не болит ли голова? Нет, не болит. Ну, то есть... Как правильно, Солд сказал, но спотеет. Да, 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 но спотеет. Легкий Левиар, ну... Не помню, сколько он там, но я бы не сказал, что прям тяжело. Ну, в общем, шея не устает мотать головой, там, спустя два часа, например, игры. Ну да. Легкий Левиар, там есть какие-то риски, но я уверен, что вы не сможете вернуть их обратно. Ух ты, все, все, я понял. Да, я тут... Да, я хотел сказать, просто тут физон... Ну, сейчас увидишь, короче. Там случился некий инцидент с физоном. Вот. Я сажусь, бывает, там, ну, думаю, да, я что-нибудь поиграю, там, в какой-нибудь, там, тот же Rush of Blood или еще что-нибудь. И на час прям пропадаю. Ну, потому что пока там все включится... Пока то, пока все... Ну, хватай, хватай. Я молодец. Вот, единственное, че мне в VR прям вот не нравится, это когда в игре долгие загрузки. Потому что в реальной жизни ты можешь, там, по сторонам посмотреть, там, че-нибудь, не знаю, там, телефон и так далее. А в VR ты ничего этого сделать не можешь. Ты сидишь и пережив загрузочный экран. Люта, вот скажи, не хватает сейчас выведенного чата где-то в углу экрана. Да, 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 на какой-нибудь вот из рук. Зачем ты интересуешься, можно ли кричать Fire Valley? Кричи сколько влезет. Да кричать можно, да. Можно даже без VR кричать Fire Valley. И без плойки, без силы. Тем, у кого зрение плохое, можно ли надевать шлем на очки? Можно. Да я прям сейчас вот сижу в очках. Можно, да. Единственное, что, ну, как бы, он разработан для того, чтобы в очках можно было сидеть. Но немножко тяжелее становится в нем сидеть, просто потому что... Ну, мне, например, дужки от очков немного давят на переносицу. Приходится чуть дальше отдалять вот этот вот сам... Как его правильно зовут-то? Экран. А когда ты его отдаляешь, у тебя зазор снизу появляется побольше. Ну, а от него хочется, конечно, ну, не хочется его, чтобы он большой был, поэтому... Ну, тут есть такое вот некое... Какой-то надо консенсус находить. То есть ты хочешь, чтобы у тебя была картинка четче из-за плохого зрения. Либо, чтобы у тебя зазор был меньше. Так, а чё, а чё, а чё... Как мне сейчас... Линзы надо. Ну, вот, кстати, да. Линзы, да. Да, линзы, наверное, помогут. Но я как-то... Если очки большие, квадратные, ну, наверное, у тебя будут трудности. Да. Эть. Что ты мне показываешь? Я пытаюсь его взять. Вопрос про то, вот, насколько у тебя будет портиться зрение, меня тоже интересует. Ну, да, это интересный, конечно, такой вопрос, который нигде особо не обсуждался. У меня, в принципе, ровно такой же вопрос касательно HDR. Потому что там картинка охереть какая сочная. И вот сидишь, ты прикинь, в темной комнате, а у тебя вот такое ослепительное просто изображение прям в глаза. Я не понимаю, как схватить эту штуку. Да, что ты подзастрял тут на одном... Я просто не могу нигде вылезти. Ну, то есть, очевидно, я бы хотел, но я не могу. И вот я к ней максимально близко, но я что-то не могу её никак схватить. Мулом бы я бы схватил бы! Но мулом не поддерживается. Вылезай, я не знаю. Тут, может, можно вылезти. Тут, может... Вот он мне показывает прям на него, но я не понимаю, что там я хочу сказать. А может, я X должен нажать тупо? А я руками хочу схватить там. Да нет. Пошли тут шуточки. Солнцезащитные очки можно надеть, чтобы не так слепило. А кинескоп можно посадить. Кинескоп в глазах, да. Скажи мне, робот, что я... Как мне его... Стащить-то эту штуку, я... Я сначала на самом деле думал, что людей просто интересует этот вопрос. А теперь, я так понимаю, вот раз ты застрял, он с этим связан. Можно ли сменить сложность? Я не знаю. Господи, как высоко. Согодно? Ну так, знаешь, оно... Мне кажется, может, как-то можно... Вот с той стороны зацепиться, но я не понимаю... Как... Да что... Меня позабавило, я играл в Gran Turismo Sport в VR. Быстро нагуглите, что делать надо. Ну да, если напишут, я тебе зачитаю. Да, зачитай, потому что я реально что-то не... Ну... Что-то не работает. Дазар56 подписался на 15-й месяц подряд. Класс, спасибо. Йохэт. Интересный вызов. Спасибо, да. Дазар. Так, понятно. Голова вошла в объект. Хватай его. В общем, пока Васян разбирается, я расскажу про Gran Turismo Sport. В общем, играл на сидушке специальной, которая двигается и дергается в зависимости от твоих действий. И, короче, капец, на самом деле, как это погружает, потому что Gran Turismo выглядит красиво в VR. И когда ты нажимаешь газ, и тебя при этом немножко как-то вдавливает в сидушку, уровень погружения зашкаливает. И поэтому я был очень рад, что трасса была в пустыне, потому что там нет стен. Потому что, мне кажется, если бы я вот так, вот в таком состоянии врезался бы, мой мозг испытал бы небольшой майндфак. И, наверное, это было бы не очень хорошо. Но очень хочется, очень хочется попробовать врезаться в стену на большой скорости в VR. Good Cat, Bad Mood подписалась на канал, насколько я помню, эта девушка, сто лет ее уже не видел. А если это парень, то извини, но, по-моему, ты все-таки была девушка. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У меня вот прям... Сейчас я роботу фейсспалм сделаю. Что делать дальше? Реально я не понимаю. А тебе точно туда? Ну, мне надо схватить вот этот вот... То есть... Сейчас, погоди. Мап, что он говорит мне надо? Ну, вот мне надо Search for Missing Higgs Unit. И это Higgs Unit. Слева можно забраться, что... Слева? Да, не знаю, что это значит, но пишут слева. Ну, в смысле, один комментарий... Не, уже второй комментарий слева. Слева? Ну, ладно, попробую. Слева это скидка по-чешски. Нет, я так. На наболевшем. Я пытаюсь, но не понимаю, как. Слева. Слева давай. Мы верим в тебя. С какого лева тут забираться? Васян, тянись. Мне, кстати, радует... В жизни ты бы уже охерил столько на руках висеть. Ну, с мулами, кстати, я бы тоже подохерил, наверное. А, ну-ка, может, он вообще совсем слева может быть. Ну, говорят, еще левее. Все, погоди. Вот тут вот может быть. А я там тусю. Да, кажется, я нашел. Оно вообще совершенно в другом месте. Ура! Победа! Ура! Мы забрались. Застрял на ровном месте. Вообще, ну, не на ровном, ладно, на скале все-таки. Давай, как бы. Хорошо. Ну, да. Если игры будут выходить и в обычном формате, и в VR, то как вы будете их проходить? Ну, резиденты я, разумеется, пройду в VR. А вот обзор надо будет делать все-таки, наверное, с обычной картинкой. Поэтому придется два раза проходить. Ну, потому что картинка же должна быть. Видео-то лучше четкую. Но я надеюсь, что резик седьмой будет не зазорно пройти два раза. Ну, да. Какой бы игре сюжет. Добрый сюжет, мы уже немножко рассказали. Ну, мы уже сказали, мы упали на планету. Неизвестно, что тут. Ну, то есть, пытаемся выживать. И найти, может, кого-то из других выживших. Ладно, а теперь чего? А, все, понял. Не страшно ли будет хоррор в VR? Блин, в этом вся суть. Страшно. Я вот играл вот эту вот... Которую Хирзей Лайта. И она, блин... Несмотря на то, что она выглядит, если честно, как говно. Просто там такое мыло сраное. Там картинка еще, блин, черно-белая, фактически. Вот, но в VR... Сука, это пугает. Когда меня там один монстр... Реально, на бой-эффекте поймал? Блин, было вообще не по себе. Ну, меня и в Рашов Бладе на бой-эффекте, в принципе, ловили. Ну, в Рашов Бладе не так сильно. Потому что там все-таки ездишь и как-то... Ну, я не знаю. Там есть бой-эффекты, но они такие на меня. Не так активно действовали. А вот в Хирзей Лайта был момент, когда меня реально перекособочило. Но там еще проблема в том, что... Там визуальный эффект начался жуткий. И там, короче, ну, эпилептики не оценят такое. Так, ну, а теперь-то мне как? Пальба, драки, мясо будет? Ну, здесь не знаю. Не ожидается, вроде. А вот в Раш... Ой, брат... Ну, да, да и в Рашов Блад и в Фарпойнте там все... Все серьезно. Так, так как мне он стащит-то теперь. Пробовали ли Томбрейдер в VR-е? У меня нету, к сожалению, Томбрейдера. Да, у меня нету. Раньше попробовал, может быть. Я бы ее в 4К бы хотел попробовать. Ай, блин! Я сорвался, да? Но рано или поздно это должно было произойти. Ну, да, я и так слышу. Ох, епрст, откуда меня загрузили-то? Ладно. Ну, теперь я знаю, куда лезть. Хотя бы. Вот у меня ты только упал. Ну, да. Мне понравился там этот счетчик такой, сколько людей вжал в колонии. Кооп игры планируются или уже есть? Есть некоторые. Не, ну стоп, а кооп? Они же вроде мультиплеерные соревновательные, нет? Battlezone, там в нем кооп, по-моему, есть. Да? В риксе, ну, он соревновательный, но там можно друзей позвать. Так что в целом... Тихо, тихо, тихо. Так что в целом, как бы, кооп в какой-то момент должны появиться прям полноценные кооп игры, я надеюсь. Потому что я люблю кооп, а кооп вдвоем в шлеме это что-то интересное. Блин, реально, вот, все-таки, когда головой тебе приходится как-то, ну, дергать, особенно если еще не получается что-то, реально испытываешь какое-никакое напряжение от всего вот этого процесса. Почему Вася играет без мувов? Потому что игра его не поддерживает. Хотя, казалось бы. Ну да, пока что. А может и не пока что, я не знаю. Да, может и не пока что, но сказали, не успели прикрутить. Как бы странно это не звучало. Да. А звучало это действительно странно. Двое в одном шлеме, вот это кооп. Страшно ли падать в VR-е? Ну так. Есть некоторые забавные дискомфорты. А. Все, я понял, что случилось. Она... Она унесла его. Тогда нормально. Ну не надо в ту сторону лезть вообще. Прикольно было. Не укачиваю. Нет. Give it a scare? Ну давай. Ну вот да, опять тут вопрос. Многие говорят, что сошнит после часа игры. И это очень субъективная штука. У всех по-разному. Да ладно, мне опять к нему лезть что ли? Опять на эту стену. Стену из грибов. Можно ли засунуть руки внутрь объектов или себя? Да. Ну то есть эти руки не знаю. Те, которые с мувом спокойно суются внутрь объектов, себя, людей других. Выглядит это странно, но забавно. Тихо, 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 не упал опять. Это что ж такое? Вообще не боюсь. Геймплея нету в VR, хардкора не хватает. Да блин. Я тут просто... Ну, стоять. Ты прям Том Круз из мести невыполнимый, который там... Почему он там в Бурж-Халифе полз с перчатками клейкими? Да. Ёмплея, чё, всё хватает. Так. Что за штука в руках у ГГ? Ну это какой-то считыватель. Ага. Я понял, что он сделает. Давай, мы верим в тебя. Надо, чтоб лайка его напугала. Лайка! Роар! Следуй. Пойдёте, роар! Всё. Фу, догадался. Роар! 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 Ура, блин! Ну реально, вот, это довольно... Ну так. Не скажу, что сложно. Но есть некоторые трудности во всём этом. Просто потому, что ты не можешь там мир за секунду как-то оглядеть. Всматриваешься во всё это. Разно. Ну так. Поясни, Васян, за управление, потому что тут Си-Флотен до сих пор не понял, руки стиками управляются, в смысле... Нет. Руки управляются взглядом. То есть смотри. Вот куда я смотрю, туда всё направляется. И когда я лазаю, я тоже взглядом должен найти следующее место зацепа, и схватиться этими курками. Ну чё-то, нихера не пять часов, по-моему, с такими зацепами. Ну, с твоим, да. С твоим методом. Хотя, слушай, а прикинь, вот это даже с твоими вот такими... Ну, тогда это так себе. За тупыми. Не было бы у Васи высшего образования, не дошёл бы сюда. Да вообще. Так, Search the Missing Hicks Unit. Не понял, я ж... Я ж уже его сёрчнул. Будет ли обзор Eagle Flight? Не знаю, не уверен. Пока не планируется. А он вышел уже или нет? Да, он вышел. Так, теперь у меня задача search Missing Hicks Unit. Вон он. Мне опять туда лезть? Как вообще ощущается присутствие на острове? Это не остров, это планета. Ну, на планете. Ну, как бы... Неизведанный мир так и ощущается. Есть. Никаких суперособенных каких-то ощущений, ну, за исключением этого погружения, я бы не сказал. Так, чё тебе от меня надо? Ещё раз. Search for Missing Hicks Unit. Я ж это, в принципе... Будет классно, когда шлем научится отслеживать именно взгляд, а не поворот головы. Ну, он, в принципе, уже отслеживает, когда у тебя голова в нём, когда не в нём. Ну, да, это прорыв. Это сложно. Чё там, кто ещё знает, чё дальше делать? Опять мне наверх ползти, что ли? Просто, да, вот, без подсказок всё-таки не совсем понятно, надо ли мне лезть наверх снова или не надо. А ты предпочёл бы не лезть? Ну, просто в очередной раз лезть для того, чтобы непонятно зачем. Мне хочется... Хорошо получается. Хорошо, ладно, если... Это уже наловчилось. Но пускай там всё равно посмотрят, чё куда, потому что... Чтобы сильно долго не тупить. Снимай эту хреновину, у нас сжирает твой мозг. Это про что, интересно? Про VR или про вот эту, которую я пытаюсь достать хреновину? Не, я думаю про VR. Не, VR не сжирает. Но ты застрял на... Ладно, не ровном, на отвесной скале. На отвесной... Ну да. Всем привет, что за полоса слева? Ну, это особенности стриминга VR такие. Да, обычно их две, потому что VR беременны. Шутка. Вообще, будумц не хватало. Будумц не хватало. Ну давайте, обрадуйте меня, что теперь я не просто так вот к этой херне лезу. Ага, хрен там. Ну вот же, интересуется, будет ли обзор Persona 5 и Kingdom Hearts 2.8? Нет и нет. Ладно, за Kingdom Hearts говорить не буду. Из-за Persona в принципе тоже, но не планируется. И говорят, HoloLens отслеживает взгляд. Ну да, но HoloLens это ж не VR. Это же дополненная реальность, а не виртуальная. Не путать. Да, это разные вещи. Так. Слева, слева заходи. Я слева зашел, тут же не пройти слева. Тут же вот... Во мне сюда уже не надо. А куда мне надо, я только не понимаю. Тут не говорят. Search for missing Higgs unit. Слышали что-нибудь про выживастик 7 days to die? Ну слышали, что такое вышел где-то года три назад. И в принципе все. В GTA 5. От первого лица VR отслеживает поворот головой. Блин, в GTA 5 нельзя играть. Нет, в GTA 5. Хотя было бы прикольно. Было бы, да. Так. Шлюху особенно снять. А, а... Что? Шлюху особенно снять. Я просто не думал, что я вслух это скажу. Ну ты сказал. Ну че, не какая карта видеозахвата? Не 4К. К сожалению, не 4К, да. Я посмотрел, сколько они стоят. Ну а че, от... Че-то там в районе от 500 долларов. Да, я только не понял. Там есть... Есть одна дешевая, но она говно. Там просто очень... У них разброс какой-то большой. Потому что... Одни сильно жмут качество, другие наоборот не сильно жмут, но они место занимают просто дохерище. И при всем при этом тебе наверняка нужен дохера быстрый и жесткий диск, потому что объемы большие. Ну да. Так, че, никто мне ничего не сказал, что делать? Нет. Ну блин. Ладно, пойду просто погуляю, посмотрим, может че найду. Говорят, есть мода на VR, да? Ну, наверное, на всякие там эти... Которые... Окулусы. Окулусы, да. HTC вайвы? HTC вайвы. Пойдемте, просто походим, че на одном месте полупаться. А вот найдем чего. Вот какая темная пещера. Хочу туда. Сифлофтон пишет, что смотрел летсплеи и походу лазить наверх придется часто. Ага. Ну-ка. Ну хрен знает. Короче, сейчас этим миссинг буду потом разбираться, когда один играется. Не хочешь ступить, хочешь ты дальше пойти. Дэдгридн Сантос спрашивает. Вася, можно будет как-нибудь угостить тебя колой, пивом или клюшками? Ну, да. Я думаю, что даже когда-нибудь в ближайшие пару недель в Иркутске что-нибудь, может, организую. Я, кстати... А, ладно, не знаю, насколько это можно говорить. Если Костян рядом, то спроси у него, сам знаешь о чем. Я не понял о чем. По поводу угостить плюшек и так далее. Ну, как бы мы вроде сегодня новость запостили, что мы будем на всех сходках PS Plus. А, ну, на всех прям? Меня, к сожалению, там не будет. Я в Иркутске сделаю что-то такое. Своё с блокжеком? Да, меня просили просто давно сделать. Надо сделать что-то такое. Своё с блокжеком? Да, меня просили просто давно сделать. Надо просто... Какой версии HDMI? Ай, да хрен его знает. Прилагающийся. Ну, как бы... Как бы, как бы у PlayStation Pro вообще там, насколько я помню, 2.0. Потому что именно такой нужен для передачи изображения 4K. Видите, как здесь вегетация становится длиннее. Это потому что ты относишься к тому, что ты можешь называть джунглой. Такой опоссум. И шлем PlayStation нельзя подрубать к компьютеру. Не, подрубать-то можно. Ну да, но он не работает. Но в кинотеатральном режиме вроде работает. Да? Ну, я где-то... Была же новость, что он на Xbox и на ПК работает, но в кинотеатровом режиме. Ну, то есть, когда... А, ну, понятно. О, какая-то интересная пища. А разобрался ли с форматами для плойки? Ну, я говорю, она ни хрена не читает, но можно прямо через браузер зайти. Я сам не проверял пока, но займусь этим в ближайшее время. Просто пока что было некогда. Продолжение следует... Продолжение следует... Своей простотой в использовании. Потому что вот многие ругают, типа, а, там провод мешает. Ну, вот, я не знаю, вы, наверное, в Vive Oculus не пробовали, потому что там и проводов как-то больше получается, и комната нужна намного больше. Потому что там еще какие-то датчики надо развешивать. У PlayStation тупо камеру ставишь перед собой, и все. Ну, да. Так что это такой самый юзер-френдли шлем. Да, типа того. Ну, и, как бы, по-моему, у Oculus, когда я смотрел, мне не так сильно картинка понравилась. А, ну, в iPhone дорогущий. И машина для него нужна быть здоровой. Ну, да, это тоже как бы. Так что, да, все в целом, конечно же, упирается в цену. Но и некоторый комфорт есть. И сидит PlayStation шлем на башке удобнее всего. Вот тут вообще не поспоришь, потому что все шлемы прижимают очки к глазам, а здесь обруч вокруг головы, и очки наезжают на глаза. Намного удобнее. Я нашел рапторов, Макс. Я видел, да, там, что он тебе, походу, за пятку хотел спануть. Хотел, да. Но я пока что их изучаю. Ну, они вообще, ребята, вроде хорошие, насколько я помню, по миру юрского периода. Ну, да, там нормально только. Ладно, пускай прыгает дальше. Можно в PSVR видео 360 запустить? Да. Если как бы ты найдешь сайт, потому что очень сложно именно само видео там на флешку закинуть и его прочитать, потому что плойка что-то плохо очень. Надо на прошке, Доджоп. Нет, там ничего не изменилось. Да? Ну ладно. Опять лезть. Ах, полезли. Давай мы верим в тебя. Стоит ли брать PS4 Pro ради более лучшей графики в VR? Вполне. Да. Ну, вы пока подождите, еще там всяких сравнительных видеороликов, они, я думаю, скоро появятся. Да, от Digital Foundry. Правда, с VR будет сложно сравнить, потому что выводимая картинка, она отличается. Ну да, но все равно там по уровню мыла можно понять, что станет лучше. Так, че, опять ползти, да? А, это че? Может, мы можем найти способ, чтобы эти фунги закрепить. А, я получу этот разряд, да? Доком, блин. Так, я тоже почему-то проект подумал. Прыгни к рапторам. Нет, спасибо, чекпоин далеко где-нибудь. Вот эти вот штуки, наверное, активировать нужно. Так, ну-ка, че, карта мне скажет. А, файд, я бы, ты за три. Да, 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 что? После такого скалолазного стрима не думаешь съесть грибов? Ну, кстати, я бы не отказался бы в каком-нибудь блюде. Замечательном люблю грибы вкусно. Мы, разумеется, про белые, шампиньоны. Конечно, да, про вкусные. И трюфеля. Про вкусные, а не про интересные. Так, вот, че-то... Во, пип-бэй тоже бы поел грибов. Да, конечно, че-то плохого-то. Наушнички, наушнички. Наушники спадают. Есть такое. Причем, удивительно, на мероприятии там давали какие-то довольно удобные наушники. Но они, по-моему, были не на все ухо. И тут кошка че-то мяукнула. Я один раз, кстати, случайно в кошку рукой заехал. Ну, поэтому там вроде перед каждой игрой тебя просят удостовериться, что рядом... Ну да, но кошка она такая, знаешь, она... Ты удостоверишься раз, а дальше она... Динамичная. Да, динамическая кошка. Так, может сюда так... Можно ли тут прыгать? Нет, нельзя вроде. Так, ладно. Если мониторы летели к HDMI 1.4, про подключится, подключится. Она подключится ко всему, у чего есть HDMI. Прикажи, чтобы он зарычал, и тогда грибы раскроются. Да, нихера себе! Вот это геймплей, ладно. Давай попробуем. Точно, надо свою эту псину использовать. Правда, псина-то где-то там вдалеке сидит. Она может заберется. Где гуд лайк-то? Лайка! Роар! Роар, роар! Интересно, почему лайка и назвали? Не знаю, просто он... Вначале такой говорит, типа, я назову тебя лайк. Не, я понимаю, но... Ну просто... В чем? Кому пришла эта гениальная мысль? Ну так. Теряем аудиторию с гей-краптером. Пришли сюда! Грибы-то раскрылись? Не, нихера. Она рычит, но... Обманули меня? Обманули. Ее, может, надо как-то загнать каким-то образом? Да, это не может сделать. Надо, видимо, как-то ее наверх загнать сюда. Короче, вот вы играли в мист хоть раз? Это тоже, по-моему, полу-квест. Висит кусок железа наверху слева. Да ладно, я только спустился! Ай, тихо. Где кусок железа наверху слева? Сейчас я... Не дай бог-то! Я уж тут совсем экстремалю как-то. Очень много обзоров на VR несут негатив. Как, по мнению мастодонтов и гаражура, у VR есть будущее? В порно-индустрии точно есть. Это я прям готов подписаться. Да ты еще не смотрел ничего, что-то... Я в предвкушении. А насчет игр непонятно. Это как бы... Я бы не стал категорично говорить, что его нет. И также бы не стал категорично говорить, что оно есть. Короче, меня обманули бы... Это как бы не Хилари с Трампом. Тут все сложнее. А то там-то было просто. По мне все было очевидно. Ну, не знаю. По-моему, там как раз самое неочевидное сыграло. Нет, я совершенно не удивился. Ну, хрен знает. Но у меня были свои ставки. Наверху, наверху. Да что наверху я там посмотрел? Не знаю. Два комментария от разных людей. Ну, они пускай напишут, что конкретно наверху. Я там походил, посмотрел, ничего не заметил. Там, где красная хрень. Что? Какая красная хрень? И что там? Сверху что-то стащить надо? Ну, давайте еще раз сходим наверх. Что мне еще раз забраться-то, конечно? Наверху парашют. И что он даст? С ним же вроде взаимодействовать нельзя. Тихо. Как залезешь вверх, посмотри. Красная фигня. Посмотрю, мне какое-то уведомление пришло. От кого? Не знаю, оно же не высвечивается. Красный, а вест? Это раб. Ууу, блин. То хватает, то не хватает. Ну, теперь да, теперь не закрылись. Но про лайк у человека был неправ. Ага. Или прав, погоди. А, они временно, все понятно. Не-не-не, я подумал, что... Эти грибы временные, сука. Упасть можно? Слушай, мне нравится теория тентабраса. Вася, зрители просто проверяют твой вестибулярный аппарат, и поэтому гоняют тебя туда-сюда. А при чем здесь тентабрас? А при чем здесь тентабрас? Ну, потому что человек, у него ник такой. У меня немножко из-за стрима рассеянное внимание, я не замечаю каких-то вещей. А так, Вася обычно замечательный. Конечно. Я же как-то до сюда дошел. Не, я сейчас без подкола. Я считаю, что эти вестибулярные аппараты берут твою весу. Я считаю, что эти вестибулярные аппараты берут твою весу. И это еще не мой предел. А сколько ты, кстати, сидел вот так максимум? Ну, может быть, два с половиной часа. Ну, и тоже я не из-за того, что у меня там прям что-то больно стало, а просто потому, что делами другими пошел заниматься. Или просто устал играть. Ну, вот да, я тоже где-то больше двух часов и не сидел. Ну, да, ну, просто как бы я, в принципе, редко когда за игрой там провожу непрерывно больше двух часов. То есть, ну, там стримы бывают, которые длинные, но это же стримы, это же другое. И то я там заканчиваю обычно. Глаза красные после VR? Я не сказал бы. Не знаю, не видел. Ух ты ж, ё-моё! Опять вверх, да? Есть ли у тебя ноги? Нет, блин. Ничего вообще нет. Я... А сиськи, ну... Я мальчик. Но у мальчиков тоже в целом, как бы, ну, есть сиськи. Ну да, ну... Ох ты ж, ёлки-моталки, ползем, ребят. Куда дальше? Скажи вот мне, ты всё ещё не рад, что в игре нет мува? Ну, с мувами... Ну, как тебе сказать? В середину наполовину. Это было бы реалистичнее, но учитывая же такое количество тупника, я даже не знаю. Знаешь, головой тоже смахать тебе так себе. Мне кажется, на мувы можно будет вешать, короче, какие-нибудь гирьки и таким образом качаться. Да, можно. Да, вообще было бы смешно, конечно, с мувами на тебя смотреть. Да, смешно. Смешно? Да, смешно? Да, мне смешно. Ты у нас что, рядовый шутник? Никак нет, сэр! Ух, ё-моё, блин! Я должен сказать, что это довольно впечатляет. Ты, как Тарзан, хотя бы с великолепно революционным гайдомом. Не то, блин, слово! А чё ты кряхтишь-то? Ну, блин! Отстань! Ой, я въехал. Ты такой просто, ой, всё! Ой, всё, потому что я напряжён. Я понял, да, это погружение. Конечно. Ух, блин! Ну, это, кстати, немножко всё-таки выматывает смотреть головой вот так вот. И нахрен я сюда залез. Вот, Томка говорит, что на руки вешал утяжелители и играл в бокс на Wii. Ну, да, это как люди вешают себе утяжелители на ноги и идут бегать. Да. Ну, тут почти то же самое. У меня нос потел. Ууу, диплодонька! Смотри, какой диплодожек! Е-е-е-е-е! Какой он лапа! Так, а я... Могу к нему там? Так, 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 за что цепляться, за что цепляться? Нормально. Знаешь, была какая-то игра, по-моему, тоже Crytek должны были делать симулятор скалолазания с VR-ом. По-моему, вот они вот... Ёлки-моталки! Тебя сканировать! Да я тут до... До морковки новозагов не буду тебя сканировать! Ты просто посмотри сколько... Ай, черт, еще и красных точек, да хреново. Ух ты, какой огромный конь! Сколько висит VR на голове? Погугли! Да. Отстань. Еще полчаса и закругляемся, так точно. Ну да. И я, кстати, хочу сказать, что завтра в 6 вечера по Москве мы будем показывать с Максом опять-таки Watch Dogs 2. Опа! Внезапно такое. Да, вот так вот внезапно, можешь посмотреть в расписании, там все значится уже. Так, главное сейчас не запортачить вот эти вот последние. Айе, лонгнек! Ух, блин. Блин, ты мне заспойлерил, что ты не зафейлишь. Айе. Так, чего-то мне хотят. У нас, кстати, вот я когда заполняю этот инфатариум, почему я всех подряд животных сканирую? Потому что надо определенное количество раса животных сканировать. Чем реже они встречаются, тем меньше раз-то надо, чтобы потом вот такие замечательные тоже миниатюрки смотреть. Так, но тем не менее, докуда мы дошли? А там есть типа прогресс или как? Ээээ, нет. Ну то есть там есть какое-то такое относительное... Хлоу, Робин, что такое? А, я должен в него вселиться. Как в ГР отображают... О, я себя вижу! Никак не отображают. Я себя вижу, смотри. Вот это я. Левитирую. Сесть хотел. Так, а что от меня хотят-то? Угу. Так, а вот сюда я пришел. А мне надо, по идее, вот катутся сюда, походу. Вот к этой штуке. Так, получается. Что такое? Почему ты пишешь, что ты негр? Да не, не похоже вообще. И почему не в шлеме? Индус какой-то. Индус. Так. Можешь что-то про озвучку сейчас сказать? Не знаю, озвучка к озвучке в целом. Это вниз еще. В плане озвучки. Русской нету, вот что могу сказать. И это непоприятно. Соотношение поворота головы и поворота камеры один к одному? Да. Иначе бы это дискомфорт вызывало. Так, я не упаду с этого, вот, мальчик молодой. И опять дугл от не туда, наверное. Судя по тому, как это багует, нет. Я иду не туда. Будете делать обзоры на VR-игры. Да, будем делать на VR-игры. Дай пройти. Не дает пройти. Робин, оверхиер. Робин оверхиер, рядом с Дино, лежат вещи. Киньих цветок в оранжевую. Я только хотел это сделать. Только, наверное, не в цветы. Блин, на как их кинуть-то? Блин, у меня в башка отвалится. Киньих цветок в оранжевую. А, да, можно же вот так уделать. Ну да, в цветы сейчас. Клирнинг оперейшн. А, я отогнал диплодога. Он, скорее всего, не диплодога, кто-то другой. Длинношей, но не. Пофиг. Че там, че набираешь? Да, для них че-то не бежу. Да, по делам? Нет. Пишут. Эй! Эй! Вась, у тебя все еще нет Мэддан-17? Нет. А что, Леня предлагает Мэддан-17? Да нет, это из комментариев. Говорят, сбросим у фрукта, и он уйдет. Я уже сбросил. Считай успешно. Леня в стрим, Леня в стрим. Леня в стрим, Леня в стрим. Леня, походу, не в курсе, что в стрим. Да, а че он говорит, давай в сицу. Нет, он ничего не говорит. Ну, либо он в курсе, и значит, он сам хочет в стрим. Но я хер знает, он молчит. Да, ну ладно. Минут, какой сейчас платиной работаешь? Да сейчас пока не до платин. Но в целом у меня там есть... Очень скоро будет платина в симуляторе работы. Она там безумно простая. Вот в Робинсоне, наверное, тоже будет потом. Сомневаюсь, что что-то серьезное прямо. На подходе Анчик четвертый. Да, Анчик, кстати, четвертый. Собираюсь тоже в 4К пройти. А я не дождался. У меня там осталось всякую мелочь. Не, мне надо еще там пройти два раза его. Не, ну как бы теоретически я могу объединить происхождение за 6 часов и максимальный уровень сложности, но сомневаюсь, что это сработает. Можешь, почему? Ты на крашинге можешь пользоваться читами. Да. Тогда, тогда, может быть. А ты не помнишь, если ты не сможешь спавнить себе оружие, но ты сможешь сделать бесконечные патроны и замедление при стрельбе, что как бы чит просто лютый. Слоу-мо врубается при прицеливании и просто до свидания. Ну, может быть, да. Но я еще заставки хочу все посмотреть, а я думаю, что в прохождении на скорость нам, по-моему, их надо скипать. Да, надо. Так что. Ну что, покатились вниз. Мне кажется, мы в этой зоне все закончили. Leave the jungle, да. Воу. Welcome to the jungle. We have fun and games. Упс. Так. А как я? Я, наверное, уворачиваться должен был как в Antildone. А, да вы че же? Я же наушники так выдеру. Ты меня слышишь? Я еще не выдрал наушники, потому что... Но звук стал странным. Стал странным? Ну, вот, сейчас рудно. Ты чуть-чуть как будто баговал. Ну, я мог баговать. Я там из камеры не вылетел. Да вроде пока нет. Это было забавно. Прям упали в моих глазах за использование часов. Ой, часов, читов. В смысле, в сингли же. Да я тоже не знаю. Да и там такие читы. Я еще ничего не использовал. Вообще насрать. Я прошел Devil May Cry первый. Идите в задницу. Птичка, хорошая птичка. Да иди нахрен. Ай, я... Почти получилось. Че-то вопросов больше нет. Да какие вопросы. Есть ли платина? У тебя, Васян, The Witness. Нет, там мне один трофей никак не дается. Одина скорость. Надо задачки решать. Слышите вот это кряхтение? Ух! Полное погружение. Вообще полнейшее просто. У меня аж капелька скатилась. Под мухой. Показывать не буду. Сумувами тут вообще было бы обосраться. Да не, отлично бы было. Ну да, но недолго. Воу. Сколько дюймов телек, Васян? Че-то багануло. Ээээ, 55. Да ладно, отсюда что ли? Оно ж багануло само по себе. Ээээ. А я думал успею схватиться. Не получилось. Прекрасно. Ну как, наверное, сейчас еще раз попробую схватить. Подольше, чем 5 часов. Возможно. Но он не хватает, верно. Я хотел на скорости схватить его еще раз. Ладно. Прекрасно здесь. На самом деле, по ощущениям, тут так много, куда можно сходить. Поэтому я не знаю, там пропить 5 часов. Да что такое-то? Че ж ты не хватаешься-то, Робин? А вы думали, что он все... А? Почему Робин? Потому что его Робин зовут. Да? Да. Ну, Робинсон, Робин. А-а-а, ну логично, ладно. А где Бэтмен? Что, где Бэтмен? Ну, раз есть Робин, то должен быть и Бэтмен. Ну, Бэтмен в Бэтмен VR. А Робин в Робин, в Робинсоне VR. Да, я вижу уже прекрасно. Что тут. Не работает че-то старое эти. Принципы. Давай. Леня, ты в итоге не ответил ничего? не понятно он просто вы и может поздороваться да вот внезапно в четверг вечером ну да сама то мне кажется когда если не в четверг вечера в пятницу то уже может быть не состоянии какой фирма телек lg так вы сам нас еще 15 минут это я тебе сообщаю хорошо я пока ползу так что да народ если у вас остались вопросы по игре и по playstation 4 про то не стесняйтесь да так почитаешь комментарии все-таки стеснительны надо за сколько брал телек так он 72 стоит на во время черной пятницы стоил 60 добрался на самом деле представляю ты снимаешь очки у тебя просто такой литр пота оттуда выливается литр пота а я залез туда же то есть это типа повторение маршрута разными маршрутами можно понятно это типа разные маршруты можно одной точки добраться и я не линейность вода но я типа я продемонстрировал игровую особенность ах опять нет не повара счет попугай почему подняли цены на игры с чем все да вроде вернули же все я видел какое то возмущение в чатике но я видел что его же чатик и унял не знаю цена вроде не поднимали но кто-то писал что сегодня типа были пояснение дороже цены но мы не следим круглосуточно за магазинами так что не можем зайти посмотреть сейчас в целом если народно развернули но я не знаю это все прошло мимо меня так многое в этой жизни про курсу валют все забыли чё курс не менялся надо он наоборот час хотя блин относительно доллара может и менялся нет относительно евро не менее да он как было одно 69 другая 63 так и осталось будем ли тира не стремить будем у нас уже есть в расписании вписание смотрите вот такие ладно watch dogs мы перенесли вам говорим о тиране то можно и самим васян не считаешь ли что игра абсолютно не интуитивный я час не могу выйти с головоломками то же самое абсолютно не интуитивно с этим согласен я собственно сейчас туплю именно по этой причине не потому что же это я тупаю что игра не интуитивна и это сейчас без сарказма было реально в бэтмен вяре понять не все было блин вот тут расходятся у людей показания говорят что сегодня поднимали но уже вернули обратно а другой вот инквизитор пишет сейчас посмотрел на 400 рублей подняли цены давайте посмотрим не чудо долго что-то зайти в псм давай давай зашел смотрим все игры 3 400 4 4 3 с половиной на какие-то далек создания 4 4 4 4 4 знаю как было 4 так осталось 4 uncharted и показали watch dogs 4 разве нет ну вот ай киллер пишет там цены снизили с новинок обратно с 4 400 до 4 к ну вот да вот они ну то есть мы там всякие легендарь и эдишины не смотрим смотрим обычные все нормально вроде да без паники тромпет с ценам не пришел тромпет а на новых стиках геймпада другой материал сложно сказать я уже забыл какой оригинальный был материал на стиках они слишком давно стерлись чтоб я помнил слушай странно у меня не стерлись не знаю у меня стерлись на обоих стиках ой на обоих геймпадах ну они у меня из первой вообще у тебя там и тебе брали тогда уже это была по моему вторая ревизия да но отдельный геймпад я докупал он вполне может быть из первой я не знаю ну вполне я не знаю как их отличать я тоже не знаю но у велись ли настройки графики что значит настройки графики но вот эти типа 10 80 60 10 80 30 но с графоном и 4 к это нам только не в каждой игре индивидуально да они в каждой игре если хотите есть но я и нету я и как бы и разрешение не поменяешь и ппс и тоже так ну джунгли мы прошли куда еще можно сходить давайте пока у нас есть 10 минут да можно направо куда пойти сюда что ли russian bear пишет что на прошке стики жестче ну в смысле материал возможно кстати но я говорю я к сожалению уже забыл какой материал на настиках должен быть реально слишком давно это было когда я последний раз мне были стики нормальные я поэтому даже так обрадовался что они еще кладут кладут до прошки еще геймпад отлично термия 3 геймпада какие-то столбы ждете ласт гардиан блин с ласт гардианом так обидно потому что когда летал в лондон там нам должны были показывать ласт гардиан они пока но нет он почему-то проходил в отдельном месте его показывали серьезной прессе мы не серьезно не не ну то есть ее показывали не игровой прессе и показывали всякие знаешь гардиан таким да да ласт гардиан поставил показывали газете гардиан и я так понял что там им по идее показали очень многое то есть вплоть до каких-то серьезных спойлеров по эгенту сюда не пускали да ну ладно странно зачем я тоже не понял ну то есть из нас никто не понял но вот так вообще там не было некоторых игр которые были заявлены потому что была заявлена рабочая версия mass effect andromeda да ладно да но и я не было ты ей не существует мне еще что-то позабавило написали то что типа первый геймплей смотрите на в гайд какой погодите а на ps4 pro и венте нам что показывали не первый геймплей вас эффект андромеды шумит ли плойка не громче обычный да я сегодня посмотрел видоса digital foundry они замеряли она не громче чем оригинальная но где-то близко к ней и по энергосбережению она практически во всем уделывает или даже не по-моему там что самое удивительное она во всем уделами там какое-то одно она не уделывает что-то в духе там когда ты в 4к запускаешь да да тогда она живет практически столько же сколько там на infomasi по-моему проверяли да как первоначальная плойка жрала и спящем режиме она тоже много жрет но в россии это по моему вообще не актуально да у нас в целом не такая дорогая электроэнергия так я пришел не туда я опять пришел на ферму мне получается просто фермер тут душе надо от фермы комбайнер идти налево да все хорошо я готов быть комбайнером пускай завезут в арт-фарминг симуляторе я готов my body is ready да это вам блины на скалу лазать если специальный контроллер для понятно понятно нет нету так это вот дома для для чего специальный контроль да тут шутки за 300 то нет для фарминга да да а вот так расскажите уже про оптимизацию файнал фэнтези на обычно ps4 да откуда мы блин знаем охереть игра вышла по моему нет по моему от 30 октября выходит как мы можем вам рассказать про оптимизацию ноября до из них как мы можем рассказать про оптимизацию мы не играю digital foundry они может уже и ее успели пощупать может быть но мне кажется даже они не успели еще почему ps pro stream 960 на 540 на первых не 540 а 1080 да это раз во вторых объясняли уже это с это особенность стрима я ровских игр вот будут завтра watch dogs 6 вечера вот там будет действие 80 я правда еще не проверял как она если там уже патч для 4k должен быть ну вот я тоже вроде должен быть просто не какой-то момент сказали что на старте то есть когда анонсировали прошу конечно на старте будет а потом заявили что на старте не будет что типа он будет потом добавлен потом сказали что вроде как будет я еще не смотрел но любом случае 4k мы к сожалению не сможем показать потому что у меня нету 4k карты захвата лопу стал блин с наушниками тяжеловато она кстати да я вот не учитывал без наушников еще я с капельками обычно играл здесь покажи комнату свою ты обещал же ну кстати да осталось пять минут и начинать показывать свой сетап ладно короче я пришел в довольно интригующий локацию господи не убей меня здесь это болото оно отличается от того что мы видели и это им сейчас я только залезу вот сюда наверх потому что я же не могу не залезть чем еще делать смотрите красиво локации ну и давайте я покажу вам комнату давайте так сейчас только наушники про 3 нас прям вот это видно на вебке по моему что у меня лоб красный в общем смотрите ах надеюсь ничего лишнего не покажу значит вот у меня стоит вебка которая показывает мой этот самый green screen то есть вот тут фаня ушла где-то лежит вот здесь короче стоят лайтбоксы софтбоксы которые освещают меня с одной стороны и с другой стороны вот он светит стоит да при этом вот тут все она выглядит как то вот так вот стоит комп потому что иначе наушники не дотянутся вот тут штатив на котором стоит ps камера которая сейчас немного прозрачной становится вот да вот здесь вот стояла вебка сверху штатива вот тут прошка вот тут экран вот тут вот я вон я машу ручкой в общем все тут на самом деле держится на проводах на всех вот этих вот как там чё не упало я не знаю вот такие вот дела я постарался максимально интересные сделать трансляцию то есть включить я рыщу себя ну и вроде получилось вот авиа этот на самом деле он зиждется на этом на упаковке из-под телевизора нашел применение до рекламу вот ну чё давай напоследок чем скажем ну давай подведи итог какой-нибудь игры ну игра сложно сказать мне про нечто конкретное пока что потому что она красивая очень красивая вяре то есть то что вы видите это не то что вижу я вяре она действительно очень красивая но она действительно жутко не интуитивная иногда и хрен пойми чем не надо делать как вы могли заметить я там тупил очень много без поддержки мулов смотрится немного странно потому что у тебя и в руках мув и скажем так ну логично было бы цепляться мувами за все вот эти выступы но зато не так тяжело конечно как было бы с мувом в общем ничего не знаю никаких пока что заранее мнение оценок высказывать не берусь надо дойти до конца и тогда уже будет ясно вот наверно как то пока что ждите обзор да и приходите завтра в 6 часов вечера на стрим watch dogs 2 будем с вася нам показывать с про версии справить конечно про теперь все будет спро вот осталось купить карту захвата в 4к и раздобыть интернет потопка такой чтобы можно было стриме 4к но это так конечно будущее на сегодня мы своим прощаемся давайте народ до скорой встречи до завтра всем пока до встречи завтра